Радио 54 Я родился в Братске, потом в Иркутске учился в медицинском университете Медицинском? Да, потом в консерватории в Петрозаводске, потом в ГИТИСе в Москве Потом в Геликоне работал три года, потом уехал в Владивосток, работал в Приморском театре, все по опере А потом мы с женой решили не возвращаться в Москву, а проехать мимо ее родного города в Новосибирске Тут купили семечек на вокзале и решили остаться, да? Я учил, я приехал, и тут оказалось, что очень интересная концертная жизнь, 11 залов в филармонии, плюс еще куча ДК И я, в общем, пока что осел именно в концертном жанре, я сейчас в театре не числюсь, но вот так ты оказался в филармонии Слушайте, у вас столько специальностей медицины и актерское ремесло, и вы остановились именно на музыке с детства, страсть? Ну, голос привел, да, но у меня голос появился в 21 год А музыкальные способности, ну что, я петь любил, да? А медицина? Так, для дома, для семьи? Медицина как раз, когда я медициной занимался, учился, я 4 курса только окончил Он коту передал все эти Да, у меня сейчас кот этим занимается А когда занимался... В какой-то момент поняли, что это не ваше просто Нет, мне просто обратную связь давали люди, что ты не своим делом занимаешься, вот, смотри, у тебя голос, типа, есть, давай там это А я думала, вы что-то не то кому-то прописали, не своим делом занимались Нет, я так и не приступил к практике, я так и учился Только резался Молодец Вот в течение карьеры Игоря Викторовича хор превратился в капеллу Что-то в вашей жизни и в жизни филармонии, и что-то вместе связанное происходило за те годы, которые вы здесь живете? Что-то такое, что... Вместе с капеллой? Вместе с филармонией Какой-то творческий рост, какие-то новые вещи для вас личные, да Безусловно, я постоянно тут развиваюсь У меня были несколько абонементов с Алиной Самариной, детских абонементов, очень популярных Поэтому их как бы закрыли, сейчас я этим не занимаюсь Сейчас народным оркестром что-то? Народным оркестром будем алые паруса делать 2 февраля, и постоянно что-то такое происходит Какие-то новые проекты именно, где надо спеть сольный, то есть, ну, рост У меня порядка 200 концертов в год, то есть, очень интенсивная такая Намного более интенсивная, чем в театре А нет мысли вернуться в актерское мастерство? Я думаю, постепенно Сейчас вот в лектории, где я тоже работаю, у нас по 20 спектаклей, концертов в месяц И настолько загружены, настолько интересные программы, что я даже обидам судьбы Там есть где-то актерствовать, есть где-то попеть Мы знаем, что вы готовы немного спеть для нас Да, но, к сожалению, это фонограммы, поэтому я спою акапеллину Ура! У нас скоро реквиум Только не так близко к микрофону, а то у нас все будет зашкаливать Да, все, треснем тут пополам Реквиум, и одна из частей, где начинают петь солисты, называется Тубамирум Там как раз бас солирует Можно даже встать Нормально? Да Тубамирум спаргенсонум Персепулькра регионум Коготом не санте тронум Ну, примерно так все это будет Потрясающе А у Игоря Викторовича, наверное, в голове уже движение дирижерский в этот момент, да? Ну, а куда я денусь-то с этой лодкой? Рефлекс? Когда слышите какую-то музыку? Есть такой? Нет? Рукой помогаете потихонечку Игорь Викторович, абсолютный слух, а я тут мимо нот все шпали Да, правда, правда Игорь Викторович, похвалите, а то переживайте Потому что не распелся, все он чисто поет Когда обращаются к классике и начинают на ней экспериментировать Вот тогда просто до колик доходит Одна же корейский дирижер Диа Сыра и День гнива Продирижировал четыре раза быстрее То есть, по сути, был установлен рекорд Гиннеса Ну, он, так сказать, зафиксировал Он себе зафиксировал, был очень доволен на скрипачи наши И смеялись, и плакали, вот как и вы Успели за ним Потому что это такая скорость неимоверная Такой скорости, в общем, он не звучит Но, тем не менее, по-корейски это так остренько прозвучало По-корейски Спасибо большое Корейский ремикс просто Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова